Всего в области имеется около 67 специализированных учебно-спортивных учреждений. На их содержание государство выделяет значительные средства. И это оправдано. От здоровой нации зависит, каким будет наше государство спустя годы. И еще одну цель преследуют чиновники от спорта. Государству нужен спортивный резерв, будущие олимпийские чемпионы. Сегодня каждый пятый учащийся Брестской области посещает какую-либо спортивную секцию. И от того, насколько эффективно функционируют спортивные комплексы, и насколько эффективно используют имущество. И те деньги, которые выделяет бюджет, зависят результат. Сегодня результаты проверок показывают, что не всегда эффективно используются. И бюджетные деньги, есть проблемы с тренерским составом, по квалификационным качествам. Есть у нас претензии и к использованию бюджетных средств. По результатам проверок порядка 270 миллионов уже возвращено в бюджет. На сумму более 5 миллиардов поставлено на учет основных средств. В ходе проверок Комитетом государственного контроля Брестской области выяснилось, что в спортивных школах тренеры не имеют высшего образования соответствующей квалификации. В некоторых спортивных учреждениях области выявлены нарушения в расходовании бюджетных средств. В отдельных организациях допущены выплаты заработной платы работникам за фактически невыполненные работы. И это далеко не все нарушения, требующие немедленного разрешения. Всего по итогам проверок было выявлено причиненного вреда использования средств с нарушением законодательства. Более чем на 270 миллионов рублей. Которые, кстати, на сегодняшний день восстановлены в бюджет в полном объеме. Установлены факты неполного учета государственного имущества. Более чем на 5 миллиардов рублей. Отдельные нарушения имеются при организации и проведении учебно-тренировочного процесса. В ходе конструктивного диалога участники заседания, вычленив проблемные моменты, указав на недоработки и нарушения, выработали конкретные меры по повышению эффективности работы спортивных школ нашей области, чтобы общими усилиями устранить все нарушения.